здравствуйте я андрей кофтун и приветствую вас в рубрике видео обзоры я попытаюсь сделать вам новогодний подарок путем записи двух видео обзоров вначале на дуги джи 700 а после на леново к 3 в новостях я вам уже рассказывал о модели дуги джи 700 но все это была теория сейчас посмотрим на что он способен на практике для начала мы рассмотрим комплектацию устройства весь комплект поставки находится вот в такой картонной упаковке в ней вы обнаружите смартфон зарядное устройство микро юсб кабель стерео гарнитуру от и джи кабель и защитную пленку далее поглядим на девайс со всех ракурсов лицевая панель девайса выполнена из стекла защищенного или нет к сожалению на сайте производителя не указано в верхней части лицевой панели вы обнаружите 5 мегапиксельную камеру датчик освещенности датчик приближения индикатор событий и разговорный динамик в нижней части три сенсорные кнопки назад домой и вызов меню они не подсвечиваются тыльная панель девайса выполнена из кожзама верхней части тыльной панели расположилась пластиковая вставка на которой напечатано название модели 8 мегапиксельная камера от omni vision и мощная светодиодная вспышка в нижней части вы видите также пластиковую вставку с фейковым болтом и внешний динамик боковые стороны девайса изготовлены из металла со вставками из пластика слева обосновались две механические кнопки регулировки громкости плюс минус справа кнопка питания и smart кнопка функцию которую вы сможете задать с помощью настроек например длительным нажатием вызвать камеру либо двойным нажатием фонарик на верхнем торце под заглушкой выполненной из прорезиненного термопластика вы обнаружите micro usb порт с поддержкой функции otg и стандартный джек для гарнитуры три с половиной миллиметра на нижнем торце вы увидите лишь микрофон под задней крышкой мы наблюдаем резиновую прокладку которая защищает внутренности от попадания влаги ведь уровень защиты заявленный производителем равен классу ip67 под резиновой прокладкой обосновался аккумулятор емкостью в 4000 миллиампер два слота для sim-карт одна из которых микро вторая стандартная и слой для расширения памяти с помощью карты micro sd поддержка до 32 гигабайт согласитесь выглядит он круто но также могу утверждать что его внешний вид далеко не для всех теперь мы потихоньку будем рассматривать его технические составляющие начнем и пожалуй рассмотрение экрана размер дисплея составляет четыре с половиной дюйма разрешение 540 на 960 матрица IPS технологии изготовления ван глаз точно брал пять точек касания посмотрим же на углы обзора и после рассмотрим интерфейс после включения данного девайса интерфейс показался мне абсолютно уникальным но после того как я его поклацал не понял что просто видоизменены стандартные ярлыки touch очень отзывчивый цветопередача также порадовала в общем дисплее вопросов нет в настройках из нового вы найдете массу смарт настроек правда русификация их не акте и тяжело будет разобраться что к чему в пункте smart button вы сможете задать функционал боковой кнопки про которую я говорил в ракурсах также по умолчанию присутствует энергосберегающий режим насколько он эффективен я не проверял также можно делать скриншоты с дисплея одновременным прикосновением тремя пальцами к тачу touch реагирует только на прикосновение пальцев на нажатие любыми другими предметами он реагировать не будет устройство работает под управлением операционной системы android hitcat за работу отвечает процессор mtk 6582 видео чип двухъядерный мали 400 оперативная память составила 1 гигабайт встроенная 8 но разделена на на 2 диска для пользователя остаются свободными чуть более 6 гигабайт частота каждого ядра равна 1 и 3 гиги герца после теста гаджет набрал 19 тысяч пятьсот шестнадцать баллов что вполне ожидаемо для восемьдесят второго процессора учитывая такое низкое разрешение дисплея в 3d марки в тесте ice storm гаджет набрал 2864 балла что также ожидаемо для двух ядерного мали 400 после теста 3d графики мне сразу стало интересно как данный девайс справится с игрой asphalt 8 как всегда мы выбираем максимальные настройки изображения игру по сети весомых лагов при тестировании данной игры я не обнаружил но для максимального комфорта рекомендую выбирать средние настройки изображения и это касается всех игр данного уровня из датчиков присутствует акселерометр датчик освещенности и датчик приближения при тестировании аккумулятора в antutu тестере гаджет набрал 6 тысяч триста шестьдесят девять баллов и в принципе это заслуженный средний уровень сейчас подошло время к тестированию камеры для начала на взгляни на настройки ну а после посмотрим на примеры дневной и ночной съемки настройки камеры такие же как у всех устройств на android kitkat максимальный размер фото соответствует 8 мегапикселя максимальное разрешение видео full hd есть возможность налаживания различных световых эффектов выборы режима съемки и так далее я думаю что gps навигация для многих играть немалую роль проверим как быстро гаджет коннектится к спутникам для начала я поставил устройство просто возле окна но как видите результата не было после я перенес его на открытую местность и буквально за 20 секунд устройство подконнектилось с четырем спутником я его решил поставить обратно возле окна и вуаля теперь и здесь он подключился к спутникам вывод холодный старт должен происходить на открытой местности теперь мы сделаем маленькую проверку девайса на влагостойкость извините за то что не погружал девайс на большую глубину ведь все таки уровень защиты ip67 в данной модели предоставляется как бонус и назвать гаджет профессиональным защищенным телефоном просто язык не поворачивается но как вы видите тест на полное погружение девайс прошел каждый элемент защиты от влаги сыграл свою роль теперь мы поговорим немного о автономности девайса ведь мы знаем что емкость аккумулятора составляет 4000 миллиампер сколько же он работает в тех или иных режимах в эпиксе задели в режиме get tour гаджет проработал чуть больше чем четыре с половиной часа при максимальной ярко сказать правдивая ли емкость аккумулятора тяжело так как специального прибора в наличии не имеется но смело могу утверждать если здесь будет реальный хотя бы 2800 миллиампер то девайс будет работать достаточно долго как мы видели немного ранее в тесте батареи в antutu тестере девайс набрал чуть более 6000 баллов если сравнивать его с теми моделями которые у меня были на тестах данный девайс набрал наибольшее количество баллов многие задают вопросы по поводу звука сейчас я вам продемонстрирую насколько громко работает внешний динамик этого гаджета но в общем его максимальная громкость находится приблизительно на середине так как он играет ниже чем защищенные смартфоны но громче чем стандартные бюджетники по поводу звука в научниках ничего сверхъестественного ожидать также не стоит он соответствует уровню стоимости данного гаджета под конец обзора мы как всегда подведем итоги в виде плюсов и минусов данного устройства к первому плюсу я однозначно отнесу дизайн я конечно же ожидал что он будет красивым но предполагал что качество сборки будет на низком уровне я ошибался четкая середина второй плюс получил девайс за счет актуальности соотношения стоимости и технических характеристик я не знаю ни одного производителя который мог бы предложить подобное первому и пожалуй одному минусу я отнесу вот этот шов из ниток в режиме эксплуатации от них не останется ничего живого вот что-то вроде этого будет происходить по всей строчке в общем я остался доволен кому понравился дизайн я советую брать своих денег он стоит напоминаю что спонсором предоставления защищенной техники нашей редакции является интернет-магазин стронгмоб не красота спасет мир а защищенные девайсы этого магазина добавляйтесь в группу вконтакте подписывайтесь на наш канал в ютюбе и читайте текстовые новости у нас на сайте с вами был андрей кофтун специально для android news да прибудет с вами android блин дизайн этого android деда мороза придумал сам ничего более лучшего сделать не смог простите я надеюсь что 2015 порадует нас множеством новых гаджетов с новым годом ребята